Хроматограмма – это технический анализ и результат этого анализа сделаны на естественной хроматографии. Они бывают различных моделей, жидкостные, газовые, газоразрядные, для твердых веществ и так далее. По сути, это определение при помощи физико-химических трюков, больше физических и молекулярных трюков, определение молекулярного состава того или иного вещества, газа или жидкости чаще всего. Как это работает? Вы помещаете какое-то вещество в камеру хроматографа. Эта камера начинает свое колдовство, бывает нагревание, бывает еще что-то. И в определенный момент датчики этого хроматографа дают всплески. Всплески в смысле там где-то что-то вылетает, где-то что-то реагирует, где-то что-то там повышает, понижает температуру и так далее. Давайте откроем какой-нибудь из хроматограмм. Хроматограмм выглядит как, знаете, звуковая дорожка. Каждую секунду большой или маленький столбик. Вот здесь тоже. В зависимости от времени всплеска показывает, вот эти вот, она обычно показывает горизонтально. Вот на хроматографе они всплески дают в определенный момент. Каждая молекула, в зависимости от ее массы и дополнительных параметров, она вылетает в определенный момент реагирования на хроматографе и датчики указывают. Так, на пятой минуте вылетела какая-то молекула и всплеск был сильный. Значит, с каждым хроматографом поставляется таблица молекул, что в какую секунду, какие молекулы из уже доказанных и проверенных вылетают на хроматографе. Вот они, допустим, первыми вылетают в определенный момент. Вот, этанол, допустим, или гексанол. Это он вылетает раньше других. Значит, момент всплеска и величина всплеска. Чем больше величина, тем, значит, больше этого вещества. Значит, если у вас появился какой-то маленький всплеск на пятой секунде, вы смотрите так, на пятой секунде, допустим, идет этанол, этиловый спирт. И его, судя по всплеску, его там меньше половинки процента. А на 50-й минуте вылетел геронил стеорат, который должен как раз определяться в этот момент времени. У него огромный всплеск, значит, его там 70%. Вот так и определяют в зависимости от того, на что способен именно этот хроматограф с технической точки зрения. Они просто делают сначала график вот такой, а потом этот график помечают, где, в какой момент времени, какая величина всплеска. А потом дают эту самую расшифровку этих самых молекул, что здесь. Это эфирное масло розы, точнее, это СО2-экстракт розы, белой розы. И какие молекулы они обнаружили. В зависимости от модели хроматографа и в зависимости от базы данных, видите, они пишут неизвестное вещество. Вылетело что-то и неизвестное, значит, у них в базе данных нет расшифровки этого вещества, но что-то там где-то там вылетает. Поэтому они знают даже то, чего они знают. Вот, они сказали, мы смогли идентифицировать там 99% или 100%. Вот здесь показательно, что вообще мало идентифицировали в СО2-экстракте розы, но там мало веществ и знают. Еще не особо исследовано. Эта фирма, почему мне нравится, она делает, когда заказывают у них, она делает два анализа двух разных хроматографов. Вот BP5 самый частый и VAX хроматограф и делает два параллельных как бы анализа. На одном они 50%, 48% почти 49% идентифицировали, на другом 39%. Вот, это как выглядит одна из хроматограмм. Что на ней вы можете прочитать? Ну, много, достаточно много можно увидеть и прочитать на хроматограмме. Самое главное, что наличие у поставщика эфирных масел хроматограммы уже говорит о готовности фирмы выносить свой продукт на суд профессионалов.